здравствуйте в этом видео что внести в замиокулькас осенью чтобы листики у него не желтели были изумрудного цвета глянцевые это подкормка из муми и применять ее можно по-разному а я вам покажу три разных способа как ее можно применять вообще состав муми и очень богатый и дело в том что если вы хотите действительно здоровье для ваших растений для вашего замиокулькаса и вообще других растений в целом то все-таки придется немного вкладываться потому что просто так ничего красиво не вырастет тем более при домашних условиях когда микроклимат у нас осенью резко меняется у нас и сквозняки и может быть наоборот у кого-то очень душно жарко и растения начинают заболевать для них это очень огромный стресс который приводит к пожелтению листиков и в дальнейшем просто не выдает не новые листья корневая система ослабевает и может даже загнить но конечно все зависит от условий для того чтобы листики стали красивого цвета вот я вам сейчас показываю стоит на подоконнике смотрите здесь пыль для того чтобы добиться вот хорошего цвета именно чтобы не было такой пыли как у замиокулькаса смотрите вот черный тоже в арегатный он весь глянцевый потому что стоит немножко в другом месте не на подоконнике и поэтому от пыли у него листики не страдают но есть и страдают те растения как раз который стоит на подоконнике вот именно ими мы сейчас и займемся нам понадобится 1 литр воды умею очень богато именно витаминами и минералами самое главное в составе есть огромнейший прям процент именно кремния кремнии помимо того что сейчас сам по себе стоит очень дорого в различных удобрениях те кто читает состав на упаковке думаю замечали именно слова кремний именно такие удобрения тоже стоят очень дорого сейчас те удобрения которые больше там тысячи и более рублей даже есть составе мумио 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 состоит у нас из кальция есть кремний есть магний есть натрий а также есть марганец есть молибден есть хром цинк и есть калий все то что нужно для здоровья и укрепления иммунитета наших растений а также для активного роста ведь если растение у нас будет с вами здоровая то и в дальнейшем будет все активно развиваться и прекрасно расти мумио берем буквально один грамм у меня он именно косметический можно брать настоящим умею но там берите прям 001 грамма то есть прям правим прям по минимуму это делается потому что там процент именно самого мумио огромный есть таблеточках берем 1 2 таблетки максимум на 1 литр воды все это тщательно перемешиваем и можно поливать под корень мумио это не агрессивная подкормка спокойно подкармливаем даже по сухой земле я замиокулькас всегда подкармливаю по сухой земле кроме именно азотных удобрений но я применяю их очень-очень редко особенно для варигатного это вот первый способ как подкормить с мумио замиокулькас и можно даже другие цветы как влияет сам умеет именно такая подкормка на глянцевость именно листиков если несколько раз протирать с ватным диском то просто великолепно начинают выглядеть листья потому что не только мы убираем всю грязь с листиков но и также все полезные элементы которые есть составе мумио проникают через листовую пластину вот так вот аккуратненько каждый листочек протираем с двух сторон во первых мы помогаем нашему растению быть действительно здоровым потому что все 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 что же содержится мумио проникает через листовую пластину во вторых мы убираем грязь пыль если у нас стоят на подоконнике замиокулькас и даже если просто проводить опрыскивание то сама пыль она до конца не стирается именно вот такими вот легкими движениями протираниями можно убрать именно пыль вот сейчас замиокулькас зензи зензи листочки очень крупные стали красивые распушился за эту осень тоже невероятно прямо растет точно на глазах как на дрожжах но применяла в основном только органические удобрения и вот сенсии у меня и обычный замиокулькас и раван и варегатные жили в этом году со мной на даче были привезены и даже замиокулькас варегатный он выдал как раз много листьев и так сказать новый урожай протираю точно так же вот каждый листочек не поленитесь протрите если у вас небольшое количество растений то ну не потратите много времени у меня конечно их очень много от времени от времени то это такая некая медитация мы протираем листики получаем удовольствие не только от того что наши растения будут красивыми и здоровыми но и от процесса ну вот так вот дальше продолжаем для того чтобы были красивые глянцевые листья вот есть еще один способ это опрыскивание замиокулькас любит вот такой вот небольшой душ но лучше всего проводить со стимуляторами потому что если просто так осенью его опрыскивать от этого толку мало летом да можно опрыскивать да это дополнительная влага но в осенний период это лишнее лучше всего использовав стимуляторы можно также добавлять еще янтарную кислоту помимо муми он умея я опрыскиваю возле окна либо в ванне потому что все таки муми и тоже имеет такой некий оттенок более коричневый может остаться в виде пятен допустим на мебели либо на обоих в осенний период обязательно делаем опрыскивание один раз в две недели с муми и и можно поливать один раз даже в месяц потому что если часто поливать то это будет лишнее потому что состав очень богат и там и гуминовые кислоты и много различных элементов далее если например протирать то протираем до глянцевого состояния это нужно делать один раз в десять дней примерно раза три-четыре и вы точно получите такой же результат как у меня на этом не за меня колька с раван прекрасно растет разросся тоже его смотреть какие красивые листики будут после чистенькие действительно изумрудного цвета очень яркие глянцевые потому что не только мы с вами протираем убираем грязь но и как раз обогащаем наше растение всеми полезными элементами через листовую пластину но на сегодня это все заходите ко мне на канал смотрите другие видео не забывайте подписаться всем спасибо и до новых встреч